Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей и знакомых, ну не присылайте вы мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Но ведь это в первую очередь говорит о качестве этих людей. А папу своего он тоже посылает. Наверное. О качестве этих людей, об их душевных признаках. Я не знаю, можно об этом говорить в эфире или нет, но я от позволения вашего скажу. Потому что человек себе уже такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качество этого человека. Ну зараза, они там как на подбор такие. Ну как на подбор, ведь про каждого можно рассказать. Не любят им их не за это. Я их не люблю. Нет, это как известно в анекдоте. И не любила никогда. Ну елки-палки. И ты вот человек вот такой, лживый-перелживый, печать ставить негде. Ты позволяешь себе мою родину обливать по-моему, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще родина. Ну что за мразь. Я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них. Продолжение следует.